всем привет ребят добро пожаловать на мой асмр канал меня зовут лиса и как вы догадались уже сегодня у нас не асмр видео а уже ставшие традиционным новогодний мукбанг я уже третий год подряд реально третий раз снимаю для вас на фоне елки конечно же я не изменяю себе сегодня у нас бутерброда с икрой немножко свежего огурчика ну и какой новый год без шампанского но посмотрите какая у меня маленькая микро бутылочка я в общем решила что большую бутылку мне естественно одной не выпить и это не очень удобно когда она остается выдыхается я нашла для себя универсальный выход здесь всего 200 кажется да 200 миллилитров как раз бокал новогодняя магия пузырьков как я люблю шампанское ребята как я люблю красную икру как я люблю новый год мне кажется это самый красивый праздник он для всех потому что день рождения это что-то такое персональное день влюбленных это вообще не праздник шучу конечно шучу ну что с наступающим всех вас лисят мои я желаю вам в новом году только самого хорошего живите ярко живите на полную катушку пусть ваша жизнь будет насыщенная и гриста и скрица переливается как это шампанское в моем бокале пусть каждый день переносит вам удовольствие радость наслаждайтесь от всей души наслаждайтесь ну и конечно же любви 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 чинь-чинь бурютик это мистер елка мы купили его еще в владивостоке с мужем привезли его с другого края земли просто смотрите что он имеет он тут стоит и дополнительно создает нам настроение ну все давайте пробовать слюнки текут как я ее хотела знаете как по мне это просто идеальнейшее сочетание белых хлебушек я купила такую городскую булочку кстати в пекарне там такая пекарня кондитерская там тортики я покупала часто из любых бангов а у них там есть еще и обычный хлеб очень вкусно такое белая булочка обязательно с маслом экран огурчик и шампанское белисимо антон пришел будешь икринку конечно он будет на я тебе тут положу а ты ее съешь немножко эсэмер не очень крупная кстати она очень вкусная у меня уже дома такой небольшой эко-рыночек там всякое придет мясо, овощи у них открылся новый магазинчик там всякие рыбные продукты вот икра он такой еще меня спрашивает продавец вам икру киты или горбуши я видимо не настолько тонкий циндерикры потому что отличить по вкусу я могу только наверное икру нерки мы ели ее когда жили на Дальнем Востоке вот она конечно феноменальная но ее мало где можно достать здесь я говорю да давайте любую главное чтобы не сильно соленая была не люблю когда я очень соленая расскажите мне обязательно о своих планах на новогоднюю ночь на праздники в комментариях мне очень интересно как вы запланировали провести этот Новый год мы в прошлом году ездили с мужем в Прагу на новогоднюю ночь а в этом году к нам приезжают мои родители я так рада ну вообще я не могу вспомнить когда мы последний раз вместе с моими родителями собирались за новогодним столом это было еще до войны мы купили им билеты на самолет с пересадкой потому что прямых рейсов из Украины нет и они прилетают уже 29-го в это воскресенье я уже всем купила подарки уже совершенно знаете нерабочее настроение хотя мне работать еще вот в субботу завтра и у меня рабочий день 31-го до 7 часов вечера чтобы вы понимали на 30-е у нас есть билеты в театр 30-го я, кстати, не работаю слава богу, выгрызла и выбила себе выходной просто мы пойдем в театр в современник у нас спектакль с гармошем и скляром как он называется с наступающим то есть на новогоднюю тематику 31-го я работаю а саму новогоднюю ночь мы пойдем в ресторан шестером родители мужа мои родители и мы вдвоем ну там программа развлекательная всякое такое мне больше все-таки, знаете, нравится, когда новогоднюю ночь проводят где-то вне дома потому что мне нужно готовить мне нужно потом это все убирать ты пришел вкусно поел попил шампанского повеселился поплясал вокруг тебя такая движуха потом пришел домой и велег спать в свою кроватку шикарно ну я вначале и дома несколько лет но мне как-то это не очень нравится ммм кринке лапается мне кажется, я никогда ее не наемся готова вечно есть красную икру интересно, кстати, очень попробовать черную потому что в осознанном возрасте я ее не пробовала никогда я ела ее только, когда была очень маленькая естественно, этого не помню а сейчас она стоит каких-то невероятных денег надо как-нибудь купить баночку заценить кто пробовал напишите в комментах как оно вам стоит этих денег или нет не знаю, я намерена сегодня есть все лопну лопну надоем типичная леса у нас на работе придумали такую штуку ну как, не придумали, а решили сделать я знаю, что много где это практикуется называется тайный Санта в общем, мы на бумажках написали имена всех сотрудников офиса положили в непрозрачный мешочек вытянули, кажется, бумажки ну и тот, кого ты вытянул ты делаешь ему подарок мы их все принесли поставили в переговорной комнате на столе начинаем потихонечку уже приносить я уже свой принесла повесили тоже на них бумажки с именами где чей и когда там все подарки всех-всех соберутся ну это будет, я думаю, где-то числа 30-го там 31-го кто работает мы будем их открывать и угадывать кому кто дарил очень люблю делать подарки на самом деле наверное, так же, как и получать динь-динь все-таки шампанское, наверное, мой любимый алкогольный напиток иногда прям, знаете, вот хочется бокальчик вот такого холодненького скрящегося пузырящегося мальчик Полные щеки, как всегда. Мы планируем в этом году сделать всё по-правильному, поставить подарочки под ёлку. Умночь на 31-е. И 1 января открыть. Не буду говорить, что я приготовила мужа. Но этот друг он посмотрит и раньше времени узнает. Я уверена, ему понравится. Поставили ёлочку уже в прошлые выходные. А ещё нам подарил наш друг такую гирлянду, знаете, которая специально для окон вешается на окно с такими вниз опускающимися штучками. Как она красиво горит, ребята. Повесили её в зале. И от неё такая сразу атмосфера, господи, это невозможное что-то. Я думаю, мы её даже не будем, наверное, снимать. Пусть она всё время висит. Ну, действительно, знаете, когда включаешь, такой сразу уют в комнате. Вообще, не знаю. Она только жёлтыми огнями светит. Такая сразу тёплая атмосфера, ламповая. Антон, естественно, от неё в шоке. Первые два дня пытался там что-то отодрать. И так на, мы его поругали. Ёлка впивается у меня прямо в спину своей веткой. Так что на прошлых выходных у нас была, знаете, такая репетиция новогодней ноти. У нас уже стояла ёлка. Мы включили все гирлянды. Сделали вместе с мужем вдвоём огромную кастрюляку Оливье. Скачали Иронию Судьбы. Мне никогда не надоест смотреть этот фильм на Новый год. Вот серьёзно. Было нам очень хорошо. Мы пили шампанское, ели Оливье и смотрели Иронию Судьбы. Продолжение следует... я в раю просто купила такую прям большую упаковку там красная икра продается не в заводских манках знаете вот этих коробках полкилограммовых так что у нас теперь много игры и 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 Ребят, последний глоток шампанского. Пью его за вас. Я знаю, что в этом году, в течение года, видео было гораздо меньше на моём канале, потому что я устроилась работать. Всё равно спасибо всем, кто остаётся со мной. Я стараюсь снимать по мере возможности, по мере своих сил. Не бросаю канал, ни в коем случае. Надеюсь, что в новом году нас ждёт с вами ещё море новых видео. Новых идей, новых вкусов. Всех вас очень-очень люблю. Будьте счастливы в этом новом наступающем году. Пока-пока!